Малыш включает фонарик, прикрепленный к нарисованному на стене мультяшному персонажу. Это изображение ребенок выбрал самостоятельно. И теперь каждый день, когда воспитанник приходит в детский сад, здесь зажигается яркий огонек. В младшей группе, которая получила название «Светлячки», ребята занимаются важными делами. Дети играют и познают окружающий мир в обновленной обстановке, которую оформили для них участники семинара, организованного в рамках проекта «Школа Росатома». В нем приняли участие педагоги из 16 атомных городов. Мы даем небольшой бюджет каждой команде на то, чтобы здесь что-то переоборудовать. Намеренно делаем это в совсем небольшие деньги, потому что убеждены, что серьезно, смыслово переоборудовать пространство можно совершенно за небольшие деньги. Но при этом осмыслено преобразование пространства группы детского сада или вот такого пространства детского сада при переходе на федеральную образовательную программу. Площадкой для семинара стал Зареченский детский сад номер 7. Перед участниками мозгового штурма стояла задача сделать так, чтобы инновационные технологии, использующиеся в сетевых дошкольных учреждениях проекта «Школа Росатома», могли успешно применяться при переходе на федеральные образовательные стандарты. Три дня ведущие педагоги из атомных городов разрабатывали направление дальнейшей работы. В результате было продумано новое оформление групп и открытого пространства для самостоятельных развивающих игр малышей. Колоссальные изменения. Здесь пропали проработанные и знакомые детям игрушки. Теперь появилось много неструктурированного материала, из которого дети могут творить и воплощать свои замыслы. Особенность открытого образовательного пространства в том, что здесь нет воспитателя. Здесь есть только тот взрослый, который смотрит за безопасностью, но ни в коем случае не вмешивается в действия детей. Все образовательные задачи решаются именно в открытом пространстве. Ребенок с помощью проб, ошибок и взаимодействия с другими детьми как раз и решает любую поставленную задачу. Здесь ребенок сам готовит для себя образовательную среду. Малыш подбирает необходимые материалы, экспериментирует и достигает результата. Не только в открытом пространстве, но и в группах детсадовцы ни в коем случае не услышат от взрослых слов «нельзя» или «неправильно». Для юных открывателей мира это особенно увлекательная игра, которую педагоги называют образовательной технологией «время выбора». Инновационная программа активно применяется в детском саду номер 7. Реализуя ее, формируется определенная классная технология у ребенка. Что это значит? Время выбора два раза в неделю проводится в группе, создается вот это время выбора. Дети расходятся по локациям, те, которые тоже созданы в группе. Вода и песок, они могут переливать, сыпать, убирать за собой, рисовать. Здесь локация рисования на стекле, рисования на пленке, рисования тем, чем хочу. Во время познавательных игр в своих группах детсадовцы готовятся к работе в инновационном открытом пространстве. Например, ребята учатся уважать интересы своих товарищей и не мешать им. Очень классная компетенция, когда я хочу заниматься этим, а этот материал занят. У нас есть песочные часы, и они берут песочные часы и ждут. И после только того, когда мы видим, что ребенок здесь умеет использовать правила, пользоваться правилами, он готов идти самостоятельно в открытое пространство. Потому что он научился здесь дружить, он научился уступать, он научился ждать, он научился придумывать, реализовывать свои собственные замыслы. Тогда ему вручается желтый браслет, и он отправляется в открытое пространство. Детский сад номер 7 стал первым дошкольным учреждением проекта «Школа Росатома», получившим обновленные образовательные пространства. Технологии, которые были разработаны в рамках семинара, планируются применить во всех сетевых детсадах атомных городов.